Так, небольшое дельце, давно собирался это сделать. Коля, возьми вот, у меня есть тебе детали, забирай. Огромное тебе спасибо, их вон ту кучу. Вот деньги. Ага. И еще одно. Мне хотелось колледж, колледж, травку отдать на просушку. А то накопил уже. Пора, пора, пора. Здарова, травник. Я принес тебе колледжи. 20 штук, как договорились. Отлично, могу высушить за 500 рублей. Придется подождать 6 часов. Но если вместо наличных отдашь малый сухопаёк за 2 часа. Не, 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 спасибо. 2-6 часов, я никуда не спешу. Вот, примерно так. Всем привет. Я не мастер ходить по худым озерам. И свою капельку я получил. Тем не менее, когда за спиной тебя находится такой друг, хе-хе, в качестве собаки, тебе становится намного проще. Ты чувствуешь себя счастливо защищённым, так сказать. Так, вот тут в ангаре постоим. А дальше нам нужно копать или немножко осталось дойти. Сейчас самая опасная зона в том плане, что тут будут сейчас аномалии, похоже. В больших количествах. Я стараюсь из-за река всех этих мунтантов валить. В основном тут кабаны и пауки. Но есть места, где водятся лешие. Лешие это вообще самое неприятное. Ну, а на самом деле схватил я капельку очень просто. Попал в аномалии и подлетел два раза. С третьего раза я немножко конечно отлетел в другую сторону, но тем не менее уже было поздно, потому что с третьего раза я уже разбился. Да, даже не помогла мне аптечка большая, которую я применял. Да, даже вот по паукам я стараюсь издалека херачить. Убил Борова, но, к сожалению, с Борова ничем не не выпало. Так, прямая дорога. в ад, копателя, так сказать. Пытался вот тоже тут извлечь заряд. из подушки заряд нормальный извлекся, а вот из щита как-то не очень. Несмотря на то, что я уже вкачал полностью ветку возможную артефактов, где они у меня, то есть дальше четырех я уже как зверобой уже прокачать не могу, только теоретик и естествоиспытатель. Так что, по идее, должны чуть ли не на сто процентов артефакты извлекаться, но щит, видимо, не получилось. А по идее, наверное, лучше было щит тащить с собой лучше, чем извлекать из него заряд. Наверное, было бы более это осмысленно. Я, наверное, иду не совсем туда. Блин, вот эта высокая трава меня напрягает, потому что зеленка очень часто. Вот она. Черт. И у меня, так как капелька во мне уже сидит, у меня жизни на две трети стало меньше и стало это печальней, так сказать. Ситуэйшн моя. Но до копателя мы сегодня дойдем. я вас уверяю, что у нас все получится для этого. У нас все предпосылки к этому, чтобы довольно нормально дойти до копателя. Так, кто-то еще там бежит, да? Он не бежит. Он остался на месте. Да, не думал, что так часто придется до копателя идти столько раз. Но, на самом деле, сначала нужно было взять четвертого уровня ремонт оружия, потом ремонт, по-моему, там экипировки, что ли. И вот третий раз еще надо идти, чтобы взять у него листочек. в принципе, я... А, да, извлечение артефактов. Я же у него брал уже, да? Но я ее изучил, поэтому мне нужна страничка, которую мне даст копатель. Я думаю, что он мне, наверное, ее продаст, скорее всего. Ну, мы-то знаем, да, что нужно три шармовки с собой. Сколько-то там три спирта, по-моему, да? И что-то еще. И что-то еще. Так, сейчас спускаемся вниз. Все, главное из леса выйти. Тут самая опасная зона, наверное, все-таки в лесу была. А дальше будет уже попроще. Ну и домовых, слава богу, сейчас тут нету. Более-менее. Бета-артефактов я не находил. Хотя можно было его и найти, да, и извлечь. Но они стоят подороже. Конечно же, поприятнее пользоваться ими. То есть, я имею в виду иметь их. Можно продать значительно интереснее, чем альфа-артефакты. Я просто перепроверяю дорогу. Чтоб не уйти куда-нибудь налево. Не в том направлении. Черт, перепугался-то как. Да, вот эти вот жарки переплетаются вместе с зеленкой, которая тут, тут, наверное, больше жарки будет. Ну ладно, хоть этих нету. Мутантов здесь. Но вообще-то в аномалиях шанс встретить их значительно меньше. Но самому, конечно, в эту аномалию попадать не стоит. Да. Знаете, что есть невидимые аномалии, в которых можно попасть. но это зависит от того, как долго выиграть. Я тут вроде бы прохожу. Кабанчик. Кабанчик. А вот как раз мне туда и надо. Да, прямо по прямой дороге. Вот так вот перпендикулярно фактически. То есть как раз через этого кабанчика я, наверное, и пройду. Копать-ка. Проблем не будет. Так, собачка, не оставляй меня. Вообще так стрёмно идти, когда нету за спиной собаки здесь. Тем более уже одна капелька есть и упадёшь и застрянешь в какой-нибудь аномалии навсегда, блин. А начинать сначала этот путь это офигительно, потому что я решил пойти с востока. Вот. И где-то вот в этом районе где-то я, наверное, капельку свою поймал. Поймал капельку. Пытался найти здесь Борово. Где-то здесь он тоже есть. Знаю. Мы, когда первый раз ходили, тоже находили где-то здесь вот он есть. Борово. А на самом деле вот этот Борово я опять встретил вот здесь. Здесь я ещё в прошлый раз оставлял пометку. То есть Борово там тоже имеется. Но ещё там где-то был. Я там тогда не отметил где он находится этот Борово. И поэтому в общем-то это была проблема. Сейчас проблема. Опа. Электро. Надо это обойти всё. Кабанчик. Да где же ты вопишь-то? Вон он. Они маленькие тут незаметные. И из них кстати по-моему ничего не выпадает. Вообще мерзопакостные твари эти кабанчики. Вот она гора Ковлателя. Сейчас главное по аномалию не застрять. Какой-нибудь. Не знаю. С артефактами специально сюда я не ходил. И в общем-то ну скучно здесь. Ну не знаю. как-то надоедать. Здесь такие большие территории и так не очень. Опять начинаются эти пауки. Знаете сколько тут пауков поубивал? Я всё с них собираю. Уже секунду. Уже вот 23 тела. О, каких 23? Даже больше. Их тел насобирал. Целая куча всего. Так, сколько у меня по грузу? 104. Ещё 7 килограмм могу тащить. То есть это пока не проблема. Уже 113 килограмм сейчас максимальный вес. После того как я прокачал перк крузоподъемности. Ну как-то что-то как-то пока что-то как-то не не рискую начинать на армейский рюкзак прокачивать. Что-то как-то меня не знаю. рюкзак в дедночке я всё равно покупать не буду. Потому что он ТВОЮ МАТЬ! Как я проскочил? Он донатный. Вот это было последнее моё испытание такое страшнейшее. Которое мы сейчас сделали с вами. Ну а дальше уже всё копатель. Самое главное дойти до копателя а там в общем-то будет уже намного проще да? Мы уже без проблем сможем с вами забрать у него этот рецепт и можно даже умирать. Ну конечно не хочется терять вот это что я насобирал тут всякой херни. Кстати а у меня же нет этих ни бутылок я с собой не взял сейчас ни инструмента ну специально не взял потому что слишком это всё тяжёлое бутылки инструменты так по-моему мелочи взял эти как они конденсаторы для того чтобы заряда если что извлекать допустим резина попадётся если её же так просто не донесёшь а вот через заряд она как бы ну вернее донеси ты донесёшь но шансов мало что ты донесишь потому что капелька будет чёрный копатель здорово я ищу дневник теслы сперва он показался мне ценным но я не смог понять что к чему поэтому отдал его сталкеру за бутыль спирта но ты можешь купить листок из этого дневника я случайно вырвал его и забыл подклеить обратно как специально какая удачная специальность эй давай без намёков я правда устал ломать голову так над этим над этими каракулями если у тебя есть чем заплатить можешь забрать их деньги мне сейчас не помешают куда ты подевал дневник как я сказал я отдал его сталкеру он пришёл из района везувия и много говорил про старый ликероводочный завод который якобы до сих пор работает несмотря на все бедствия показывает что есть на продажу да так вот вторая запись да её нам и надо на самом деле так смотрим что у нас там находка найти владельца страницы подожди а у копателя же тоже надо было да по-моему взять страницу или нет по-моему она нужна тоже эта страница так здесь у нас первый листок там второй а там у этого будет третий да на ликероводочном заводе так получается что ли не совсем уверен если я куплю его так может я могу помочь так ладно это знаю что это за место здесь есть склад артефакты может я чем-нибудь могу помочь какие консервы а консервы ему еще нужна одежда 3 спирта да я понял 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 так а чем вы тут занимаетесь копаем да вы продаете стволы сталкером так на продажу у него только запись теслы и разбор оружия я и то и другое уже покупал так ну вторую запись наверное все таки нужно приобрести я не уверен но мне кажется надо нужна она не так дорого стоит в принципе 100 тысяч я могу себе позволить если что да журнал обновлен получается значит что журнал обновлен это говорит о том что эта записка нам будет конечно же тоже нужна мы использовать ее просто не можем больше потому что у нас он уже изучен давайте положим ее сюда у нас будет две записочки так что мы еще с ним уже сможем поговорить в принципе мне больше заниматься с ним нечем да а на обмен что он может дать мне да вот этот вепрь самая охренительная штука да для меня дробовик пятого уровня мечта можно сказать вепер двенадцать называется сколько он подожди да 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 охренительно так ключ шакал вспоминай просто что тут есть схема а тут схемы да схемы ремонта да получается это наверное ладно пошли дальше пошли вернемся сейчас на везувий нам нужно продолжить наш путь нам нужно повстречаться с человеком с ликероводочного завода опять же какой уж раз подряд ну ничего пройдем я думаю пройдут дальше по дороге еще второе вот это вот озеро нужно будет преодолеть ну путь очень далекий так что пойдем потихонечку как вот не странно все последние задания вы не заметили вот эти большие задания они выполняются почему то через именно ликероводочный завод как то все связано через него такие какие то участки есть да что вот определенные задания связаны с каким то определенным участком и довольно часто туда приходится бегать и вот как раз даже этот квест зацепила подобная штука даже здесь кстати я уже привык смотрите бегать от третьего лица не от первого больше как то почему то уже привычка такая выработала что ли или просто мне прикалывает такой формочке бегать от третьего лица не знаю но к этой спецовке не подходит этот рюкзак это понятно ему нужен там другой какой-то более подходящий или просто по цвету может быть другой поменять тогда он может быть будет более сливаться и красиво будет смотреться так вот этот вот наверное человек нет не хмырь ли этот человек я ищу дневник тесла никогда не услышал понятно значит какой-то другой человек а где-то еще есть кто-то что ли торговец патронами с ним что ли с ним нужно поговорить я ищу дневник тесла да у меня был этот дневничок точнее там был всего один лист в обложке теперь остались осталась одна обложка а лист я продал в центральном рынке моему коллеге получил взамен новенькие магазины к оружию считаю очень выгодная сделка понятно то есть что это значит последняя страница дневника теслы у скупщика которая можно найти на центральном рынке нужно идти именно на центральный рынок последняя это третья получается у тебя ничего нету патронов у меня хватит на центральный рынок так что-то у меня тут есть да полно опять идем ну видите все завязанные персонажи которые тут только могут быть так идем на центральный рынок я думаю можно будет пройти именно вот через радиовышку опять же не исключаю что путь пойдет вот так вот у меня и вот тут сбоку пройду там может быть мишку встречу еще одного двух хреново знает а тут что написано а про бандитов все понятно короче почти уже закончили осталась самая малость третий похоже там да но заранее покупать я не стал теперь 7 лямов у меня есть я схожу сейчас к торговцу потом наверное все таки придется к тесле сходить и там ну еще будут кое-какие дела кое-какие проблемы которые нужно будет устранить а а этот там этот сидит понятно местный житель так что пошли сейчас на рынок и там как бы уже более конкретно разберемся бегаем тут круги наматываем одно другое все по одним и тем же территориям бегаем с этими заданиями ну да смысл игры может быть в этом заключается что бегать туда-сюда по одним и тем же территориям да но тем не менее все равно зона расширяется так ясно да появилась пустошь она на самой дальней территории то есть это идешь сначала на тунгуск уйдешь вот раньше была самая дальняя территория тунгуска потом болото василийска еще дальше ну а потом еще и пустошь и это все большие территории и они действительно зона разрастает правда сказано нам было ну в общем-то становится интересней хотя дальше уж я не знаю будет ли разрастаться еще что но я сомневаюсь что придумать еще какую-нибудь локацию мне кажется и этого достаточно достаточно много всего так идем на рынок да отсюда потом надо будет лучше бы конечно рынок наверное все таки через деревню гурлана потому что наверно потом нам к тесле придется направляться да по идее так патроны у меня есть так сейчас нужно продать лишнее да кладовщика убрали отсюда жаль конечно же сейчас я разберу вот это вот все самое что нам больше не понадобится я хотел ноги накопить и отнести но я не пошел туда в сторону к финну там слишком долго пришлось бы потом возвращаться ну хотя можно было зацепить немножко но не так много опыта не так много денег я с этого получу так что в общем-то ни к чему это все вот путь-дорожка наша ну нам еще придется побегать много я это знаю так что я спокойно к этому отношусь потому что такой квест нужно выполнять очень долго к сожалению а может не к сожалению может даже к лучшему посмотрим увидим хотя бы заглянуть просто на эту пустошь и знать что у меня будет эта локация открыта такая из больших локаций самых так что это уже потом уже таких больших денег мне не понадобится а они потихоньку все равно копятся копеечка так или иначе они добавляются постепенно все эти денежки вот смотрите пробежался тут кабанчиков пострелял паучков в итоге сорок лет а кстати еще и уголек можно продать не очень дорого тем не менее тоже штуку хорошо пошли на рынок пошли на рынок на рынок на рынок поговорим с парнем который нам там просто необходим так ну проводник веди меня на рынок центр торговли возвращаемся на рынок 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 центральное место не знаю может быть лучше было здесь сейф свой поставить но я как-то все-таки рядом с любичем рядом с вокзалом все равно рано или поздно я туда появлюсь сразу 90 дней я возле сейфа своего появляюсь появляюсь так ну что давай поговорим со скупчиком именно он сейчас интересуется нами больше всех то есть мы им интересуемся а там уже посмотрим может быть что-нибудь еще тут продать или купить можно будет тоже интересно так вот он отмечен у нас идет так среднее количество торговцев не сказать что там супер много но вообще-то достаточно много их тут так ну здорово скупщиков приветствуем куплю товары по честной цене если деньги не интересуют могу обменять вещи на наши подходи не бойся смотри предлагаю выбирай я ищу дневник тесла у меня есть один листок но если он тебе не нужен ты не будешь против расстаться с какой-нибудь наличностью запись тесла добавлена сколько смотря сколько за него просишь 7 лимонов это третья запись а тут еще еще дополнительный квест эти записи он дает но это для того чтобы в общем-то выполняли именно последовательно этот квест так смотрим что у нас тут есть у скупщика на центральном рынке остался листок он готов продать его да его нужно купить 7 лимонов так вот там самая дорогостоящая моя пока покупка такая серьезная больше я ничего делать не могу 7000 ровно нет 7 лимон нет еще 305 тысяч скрипя секстом делаем эту покупку кстати а почему она как бы не отмечена у нас ну ладно необходимо необходимо 3 страницы нужно было собрать а у меня же еще страницы 3 были или они не засчитываются непонятно короче или я ему отдал да вот эти вот страницы или что дальше мы идем дальше а дальше мы идем найдены все страницы не к теслу теперь нужно отнести ее в фами чтобы он смог расшифровать таинственный журнал да сейчас наш пусть лежит именно в пещеру паука она опять долгая история конечно но блин фиг его знать может еще одного завалю а пока я тут побегу по торговой точке посмотрю что тут можно найти он сейчас расшифрует дневник и потом придется как бы мне еще кое-что нужно будет прикупить здесь для ремонта пистолета но я это уже сделал так что бояться нечего отправляемся в путь очень серьезный фаму надо найти сейчас опять же второй раз уже ну заодно если получится мы найдем еще и найти бойцов на самом деле вряд ли я сегодня пойду к паукану но нет у меня особого желания кстати по моему кости если честно вот эти вот вот этих вот бойцов которые были с помой не так то просто подойти к ним потому что когда задание у меня уже висело я возле паука но там ждал пока он появится вот пытался подойти кости ну не так сразу подходишь и берешь как бы ее ну не высвечивается значение что можно осмотреть эти кости так что может быть нужно еще будет как-то аккуратно к ним подойти с какой-то определенной стороны это вот примерно так же как было когда мы сжигали трупы почтальонов тех вот что-то типа того мне кажется и было это все я с собой взял всего лишь 200 патронов ну в качестве того что я думаю что я с собой взял достаточно много черепов и смогу поменять их на патроны уже там в пещере и кроме того я мало взял аптечек тоже 10 штук думаю что тоже кое-что могу обменять там в пещере собака ты мне сейчас поможешь тут прямо еще до пещеры пещеры мы пойдем позже да главенствующее нам сегодня именно нужно отнести страницы фами остальное ну конечно брючный ремень остальное будет уже по ходу я посмотрю может быть смогу я туда пойду я туда или не пойду да вот опять же дойти до паука на лапка она у меня одна есть она на рынке так что еще можно выполнить этот квест но с другой стороны можно сделать попроще и продолжать копить эти лапки 8 штук для того чтобы обменять это на как он называется доцента красного которая рекомендация на 8 лапок поменять да кто-то тут ходил сейчас видимо в пещеру тоже пошел ну не важно подумаешь не убьем паука на сегодня все равно рано или порно будем их убивать на Тунгуске можно будет поубивать да можно будет поубивать и в другие разы то есть сейчас самое главное открыть локацию такую большую и трата вот эта большая последняя денег мне важна а дальше денежки будут подкапливаться и я буду может быть обмундирование себя получше покупать и возможность иметь больше и прокачивать себе способности вот даже эффект как он называется ну короче способностях подожди нет активный вот устойчивость устойчивость может быть когда-нибудь прокачивать но конечно для этого нужно будет много опыта пока мы с этим делом еще далеки ну сейчас я думаю я достаточно много опыта тоже получу вот хотя вот за прогулку пещеру паукана и можно было взять с собой таблеточку просто так чтобы все равно я там наверное скорее всего не больше часа проведу что-то как-то не подумал я с собой взять таблетку надо было наверное все-таки так что у нас там где они у нас ни одного не вижу пока пока не вижу ни одного они сейчас появятся наверное вполне возможно если там никого нету да они появятся если есть то видимо их уже убили сейчас посмотрим подумаем ну не всех конечно убили убили одного там допустим ну нет трех убили один-то все равно появится пока я до туда дойду один-то все равно появится в любом случае хошь не хошь да вот это аномалия хреновенькая да нету сейчас их там брутарчик вон смотрите сколько оно да 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 я слышу хорошо в принципе зато безопасно дойду до низу в общем то проблем не было у меня сейчас вон брутарчик стоит вдруг товарищ кто-то мне проход открывает можно сказать а нашим легче пройдем зато быстрее и легче туда в пещеру в пещере и ремешки никто у нас отлично кто это такой наш спаситель сильно да ник просто классный собачка так собачку мне сейчас уже можно убрать убрать кстати она мне понадобится потом в пещере так что не будем торопиться с этим делом хорошо брючные ременьки ремешки сейчас я ему отдам что я за это получу не знаю но задание такое было у нас да брючный ремень для козбека 2000 опыта я получу все равно вперед да жаль таблеточку надо было все таки таблеточку взять так козбек вон он сидит может что-нибудь еще даст насчет заданий давай посмотрим козбек сталкер вот твои ремни не жми хорош нас позволить давай сюда 2900 опыта как ни странно так а может тебе помочь чем шкура пещерной крысы ну хорошо у меня есть с собой шкуры сколько надо шкур у меня же есть шкуры с собой 14 блин не хватает а ну и хрен с ним ладно обойдемся да он тоже такие же задания дает в плане того что ежедневки нет ежедневки да ежедневки то есть можно тут проводить очень много времени и постоянно брать эти задания вот такая же ситуация ладно давайте подождем пока собачка наша успокоится и потом пойдем дальше нам нужно сейчас все таки черепки обменять на патрушки я думаю лучше всего и не знаю шкуры я может быть крыс может быть пока не буду тогда менять что ли мне же нужны будут еще и пауков вот эти пластины может быть потом ему нужны будут ткань вот эта нужна будет не знаю не могу утверждать так что блин вход и возврат туда-сюда сколько мне надо одну да еще одну шкуру ну блин шкуры пещерных крыс они будут гораздо ниже там уже брутаров придется пройти так что возвращаться я думаю если я умру может быть тогда и вернусь туда ладно пошли семян мне нужно войти внутрь подожди почему не проможет он пропустит же меня да я готов открывал ворота я пошел и опять смотрите опять задание это висит как только заходишь оно начинает висеть здесь это задание про паука надо получается вот это вот посетить пещеру паука на так давай посмотрим что ты тут меняешь так патроны наши наши патроны вот он так а я целых 10 оу да я целую кучу могу набрать этих патронов охренеть еще больше веса останется давай давай накапливаем все равно перегруз не так страшен сколько у меня патронов уже 500 патронов нормально не знаю хватит нет 500 патронов на все про все так а насчет всего остального что у нас тут еще есть брючный ремень 30 штук для аптечек 24 пластины в принципе у меня есть но блин я не знаю может пока не стоит опять выпадут таких аптечек можно набрать на 12 черепков 2 аптечки фельдшера 6 шкур ху 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 ну тут подешевле есть вот смотрите простые аптечки ну пока мне аптечки не нужны так что насчет патронов патронов других мне в общем то не надо да единственное что мне надо а нет смотрите у меня даже вот таких вот я могу набрать охренеть вот таких вот патронов тоже в принципе пригодятся когда нибудь но не сейчас ладно пошли вниз не будем долго с этим делом затягивать нужно встретиться с Фомой так он тут как бы не видно да его ну мы знаем уже где он находится этот Фома так что будем сейчас надо сейчас спустить сначала так тут кто-то был только что да получается да только что тут кто-то бывал по-моему получается иди сюда пойдут не пойдут должны пойти ого что-то он так дошел до близкого расстояния ну давай иди сюда только не сильно вот так вот так что собаку будем да вызывать что-то он как-то застревает у меня парниша вот видал получил уже уже получил как бздец так патронов а вот тут еще один урод давай давай бей их все нормально все хорошо бей 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 все хорошо эй не 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 делай этого дурак ну шакальчик ты тупой парень что ты творишь почему ты меня подставляешь сейчас только что да что так плохо перезаряжается ну тут собачка была крысы той собачка это я не специально это сам он стрельнул крысы крысы крысинные шкуры вот что мне нужно было здесь так ну ладно посмотрим что еще будет в наших силах так тут у нас брючный ремень у кого-то выбрал но по-моему тут никого не было так что если соберу ничего страшного не так страшно вообще а может выбрасывали просто точно просто наверное выбрасывали лишнее лишнее выбрасывали что-то передвижение как-то неудобное видимо много всего было поэтому так сейчас мне нужно вот вот кстати один этот один трупец завалил вот кстати один одни кости вот как как их подобрать я хреном узнаю косточки то вот лежат да хер на тебе вот косточки лежат ну я с какой-то стороны надо определенно подходить не совсем я уверен в этом так сейчас опять крыса появится либо сюда не пришел не знаю вот череп лежит по-любому это он и есть думается мне но почему-то я не могу я не знаю с какой стороны подходить чтобы подобрать это дело где-то бляк тут появился вообще не знаю может ошибочка это может быть это не те кости мне кажется что те предположительно конечно это все хрен его знает как к ним подходить ну я думаю вы может мне расскажете когда время к этому придет то есть после того как запись будет сделана как собирать эти кости если это они и есть но мне кажется это они и есть так что проблема то как раз у них и заключается так первую часть прошли тут жирно много вот второй труппак я не знаю я не могу собрать давайте посмотрим может соберем как с какой стороны подходить чтобы собрать как как этот прям задание было то которое у нас висело то есть которое мы вот второй труппак а третий уже в самой пещере в самом низу это я помню так тут уже недалеко осталось в принципе о да только что кто-то тут был я смотрю человечек хорошо пострелял ну до меня кто-то ладно так отлично собака сейчас появится собака все будет хорошо твою мать только не это фу пронесло о господи собаку я успел вызвать это самое хорошее чуть-чуть не встрел неприятности так сейчас надо когда он еще один бляк так тут с этой стороны посмотрим там паучки бегают неприятности тут паучки бегают проскочим этот участок нет я думаю что проскочим паук даже за нами не пошел вот это самое то интересно так что у нас тут тут у нас тишина ладно хорошо тогда пошли ай только не застревай тут екарный баба чуть не помер вот это было я опять паникую только что тут что-то лежало паникую я ладно пойдем дойдем до Коли самое главное до Коли дойти сейчас до Фомы Фома 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 здорово я нашел твой дневник здорово же его потрепало что дальше тебе понравится этот КПК один момент так теперь моя программа дошифровки может перевести текст из журнала просто набери его в КПК вместе с ключами из дневника воспользовавшись удобной 10 кнопочной сенсорной клавиатуры ты издеваешься вовсе нет твой квест тебе и карты в руки как только добавишь данные из журнала и со страницы дневника программа почти моментально переведет зашифрованный текст на любой выбранный тебе язык можешь не благодарить ну и что это значит так подожди Фома одолжил КПК с программой дешифровки КПК вместе с добытыми страницами дневника Тесла можно использовать для решевки текста журнала можно прямо здесь мне кажется это сделать так а что это информация ага давай расшифруем сразу так не хватает ресурсов старый журнал первая запись Тесла вторая третья эй а где мои записи чё за херня эй не понял подожди а куда мои записи делись все они же у него да подожди журнал 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 чё я туплю у меня же журнал был вот он это журнал да нет это дневник Василиска а тот журнал я где-то оставил ха 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 о господи зачем ну ладно бог с ним хи хи оставил придётся ещё раз бежать поход кстати надо было просто его использовать вот и всё эээ всего делов и получилось расшифрованное журнал у меня есть да я просто использовал приборчик сейчас пойдём эээ я просто вернулся пещеру бандитов сейчас нужно наверное будет почитать это всё что там у нас записано в этом журнале что-то я сразу не догадался что нужно будет было использовать именно просто использовать нужно знать так прочитать ээээ расшифровка записи журнала джурнал журнала проекта энергия 15 июля 2000 года получено разрешение на проведение эксперимента наконец-то мы проверим теорию передачи электрической энергии без использования такопроводящих элементов источником послужит источником послужит мощная гидроэлектростанция в азиатском регионе станция передачи будет построена в районе падения Тунгусского метеорита подожди 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 что-то большая запись запись большая оу что-то я как-то это а как пролистывать то ее е-мое как-то глупо это все сделано коряво может вот так вот вот так вот в качестве приемников мы используем антенны радиолокационных станций Дуга в районе города Любич 6 февраля 2006 года это было до этого подготовка идет полным ходом строительство а нет после этого уже через 6 лет строительство подъездных путей полностью завершена сегодня прибыл первый состав с острыми материалами нехватка рабочих рук ощущается очень сильно поэтому были задействованы первая и вторая охранные роты для подсобных работ это военные эти военные уже поступили в распоряжение строителей 14 мая 2008 года строительство станции 5 H 32 Дуга завершено из Любича пришло подтверждение об окончании работы вот наши друзья из Азии подкачали и отстают от графика строительство подземной лаборатории также практически закончено но оборудование не установлен до сих пор местное настроение враждебно постоянно задирает и провоцирует обслуживающий персонал саботирует строительные работы необходимо выслать дополнительный отряд специалистов 8 сентября 2011 года проведены первые пусконалодочные работы оборудование соответствует всем требованиям работы без сбоев станция передатчик на финальной стадии строительства сегодня закончили установку диффузионных рамок в Азиатском регионе до сих пор отстают от графика но подрядчик гарантирован что к ноябрю все работы будут завершены первый запуск запланирован на декабрь 2012 года 23 ноября 2012 года все налогистры работы завершены первый запуск оборудования в тестовом режиме дал положительные результаты 12 декабря 2012 года помните да это число 12 12 12 конец света в 12.30 по московскому времени произведен первый запуск системы энергии по мере повышения напряжения на источники электрического потока стремились слои атмосферы не вооруженному глазу они не видны 12.23 мощность на передающей вышке начала расти погрешность составляет 3 минуты 24 секунды производим накопление до минимальных параметров 12.42 состоял состоится первый пуск на приемник 12.45 пуск прошел без осложнений 2N32 приняла первые мегаватты электроэнергии которые были перенаправлены в местную электросеть города Любич 13.13 поступило первое сообщение из азиатского региона на станцию закат в атмосфере не на высоте более 2000 метров наблюдается отблески грозовых скоплений в чистом безоблачном небе 13.25 на передатчике резко начала расти мощность хотя с гидроэлектростанции ее не увеличивали по предположению Соломатина происходит электромагнитная индукция 13.27 первое сообщение с дуги в небе над Любичем наблюдается электромагнитная вспышка 13.29 попытки сбросить мощность не увенчались успехом процесс выходит из-под контроля 13.31 над передатчиком образовалось электрическое поле высокой температуры похоже на шаровую молнию такое же явление наблюдалось во всех трех точках 13.33 только что звонили из лаборатории сообщают о тектонических разрывах почвы вследствие чего рукав реки меняет свое направление в 13.32 одна из гидротурбин вышла из строя из-за скачков напряжения передача сообщения передача сообщения прервалась я боюсь случилось худшее эксперимент энергия провалился я профессор черешников последний выживший после ужасной катастрофы над русской приемной вышки яркая вспышка шаровой молнии образовавшаяся в результате накопления электромагнитных частиц вызвала необратимое катастрофическое не менее в атмосфере огненные шары словно град сыпались с неба оставляя в почве гигантские воронки весь котлован покрыт этими яркими ямами каким-то чудом уцелели котельные и резервуалы с мазутом лишь благодаря защитному костюму и полном герметичности я уцелел электрическое поле воздействует на все живое вокруг вызывая ужасные мутации скоро в зонах эксперимента установят карантин территорию отцепят ситуацию попытаются взять по контролю но я хочу чтобы люди знали правду о том что здесь произошло даже если эти записи найдут уже после моей сверки ну вот и все вот как образовалась зона вы видите да таким образом образовалась зона благодаря вот этой вспышке в Тунгуске и следовательно нам нужно идти дальше а что дальше эксперимент энергия получен текст журнал в котором описан эксперимент связанный с башней Телсла и нужно что нужно нужно куда-то идти получается что ли или с Теслой нужно поговорить я думаю что придется поговорить все таки наверное с Теслой зря я не додумался сразу же что нужно будет сделать ну ладно сейчас посмотрим что получится у нас из этого всего сходил я еще раз к Фоме Тесле это бесполезно нужно искать ответы в дневнике Фомы давайте почитаем что он там нам может подсказать так ну скорее всего нужно идти на Тунгуску да скорее всего именно в этом вопрос я пойду на Тунгуску вполне возможно что оттуда нужно будет пробраться на как же они называются а болото Василиска и там уже будет видно непосредственно может я опять ошибаюсь может быть опять пойду не туда но тем не менее так играть интереснее когда до конца всего не знаешь это мне кажется более хорошо так сейчас дойдем до я пойду до волоса Василиска там есть Азамат по-моему да его зовут вот поговорю с ним наверное ну если по ходу дела встречусь еще с кем то может быть действительно кто то может быть из них может что нибудь сказать более подходящее более подробное я это не утверждаю но тем не менее вполне возможно так идем вслепую по-моему этот парень что то знает здарова кстати я с ним про него тогда и говорил да черешников я знаю про эксперимент кто еще об этом знает пока только я прошу вас не рассказать никому это военно узнает мне грозит тюремное заключение или расстрел на месте но хуже всего тут важную работу которую я здесь занимаюсь будет некому продолжить это самое неприятное видите ли я свидетель и при этом свидетель неудачный власть имущего ни за что не возьмут на себя ответственность за произошедшее а что произошло то если вы нашли мой журнал то уже знаете что мы столкнулись с незаконно с не контролируемым ростом энергии доктор Соломатин мог бы сказать больше но он пытался добраться до гидроэлектростанции в пустоши незадолго до начала всей этой активности мутантов с тех пор я о нем не слышал есть один человек который знает путь через аномальные поля в те края зовут его Азамат он недоверчив но однажды я помог ему электронной карты которую он уронил в лужу если вы напомните ему об этом случае и скажите что я это я вас прислал он покажет вам дорогу как я найду его вот тут начинается первая трудность Азамат пропал он отправился на поиски гибельного места легендарных путей о которых он прочел в какой-то книге я не верю что такой опытный сталкер сгинул без следа наверняка ему удалось достичь своей цели но вам придется найти это место самостоятельно если вы хотите с ним повидаться так что это он эксперимент так Черешников намекнул что ответы можно найти в районе старой гидроэлектростанции в пустоши но чтобы добраться туда понадобится опытный проводник Черешников рекомендовал обратиться к его другу Азамату к тому самому Азамату которого мы в принципе и искали и ищем в общем-то ну так между делом можно сказать потому что Азамата по идее я не должен искать если бы я не знал этого но вот этот парень Черешников рассказал нам что нам нужно найти Азамата он отправился на поиски гибельного места которым он прочел в одной книге так ну и следовательно нам нужно сейчас найти Азамата это уже не так сложно будет самое главное добрали за суд сейчас пойдем в район Тунгуски и дальше а там уже будет непосредственно видно и Казамату как вы поняли нам придется опять же идти через болото Василиска как не прискорбно просто ну да ну я думал я уже тут все закончил нет нужно обязательно еще полазиться здесь с этими собаками большими черными ужасными не долетает странно до твой не долетает а до твой долетает что такое это какая-то аномалия просто так тут еще мышки есть большие они будут смущать тоже я вам говорил что как раз мой шакал как раз примерно ну осталось пару часов и мой шакал 10 часов и мой шакал исчезнет так что без проблем у меня в запасе есть еще волкодавчик я себе прикупил за 150 косарей волкодава так что там на пустоши можно будет побегать если сейчас получится это все так ууу голова кустик не знаю стоит нет собирать этот кустик нахрен он не был да по идее сейчас лишнее все равно не к чему оно у меня и так дофига лишнего я вот не знаю насчет патронов как по делам патронов с патронами да вот сейчас у меня 500 их осталось всего в результате что мне это принесет положительно да есть там где обменять у кого патроны новые получить хочу как а мама родная нет пришлось возрождаться и заново проходить этот путь бесит блин не заметил аномалию она в самом центре ее оказался и просто оттуда вылезти было просто просто невозможно рисковал сильно что-нибудь потеряю но потерял пару аптечек всего то есть не так страшно но все равно блин стрёмно не это стрёмно то что я ее вообще не видел эту аномалию первоначально ты все еще с кем-то там боишь да собака почему собака меня не защищает вот как так получилось что я ее не заметил вообще что лежит там это мой там по-моему лежит какая-то эта херню что должна лежать нет а может дальше вообще может это не в той аномалии может в другой аномалии какой-то косяк вообще с этими аномалиями нихмен заметишь сколько я их перебил просто жутко этих тварей дикие собаки но страх да что ж вы тут ходите падлой как вы бесите уже надоели собаками не защищает ни хрена с чем это связано азамат я уже устал до тебя идти то что знал что я влечу так вау да еще ремнобор бы потерял это было бы вообще жутко да дело в том что я купил ай твою мать ремнобор который может выпасть в любой момент и вот именно в этот момент он и мог выпасть с меня когда он когда я попал в аномалию проблема чуть-чуть не убила меня эта проблема охренеть таких денег стоит это все ладно пронесло вроде сейчас посмотрим как с нами еще азамат пообщается вот он парень стоит ждет долго ждет годами можно сказать ладно давай посмотрим что он нам может сказать азамат привет слушаю азамат будто не знаю да я от черешникова тебя услуга что тебе нужно добраться до пустоши пусть пусть не близкий а мой верный пистолет сломался как назло если сможешь его починить проведу через аномальные поля это полпути и расскажу как добраться до тамошней зоны тебя ведь туда нужно почему только полпути я очень рад что черешников обо мне вспомнил особенно когда ему требуется услуга но в те края я больше не ногой не спрашиваю почему я покажу путь ровно один раз как только ты починишь мой пистолет а после мы с твоим доктором будем квиты и больше я вам ничего не должен по рукам а как я потом буду добираться да так я взял заклинивший блок 18 так погреемся у костра немножко ах да забыл что надо было сделать самым главным это конечно же надо было прокачать ремесло ремонт оружия ремонт оружия четвертого уровня пистолета именно для того чтобы все таки получилось потом я чуть-чуть ошибся да вот насчет ремонтного набора он ну сколько нервов я потратил на это все равно не знал просто не подумал об этом а на самом деле ремонтный набор он не выпадает не выпадает третьего уровня четвертого уровня то есть они вообще не выпадают так что это не та проблема которая могла бы быть так ладно давайте починим потерян предмет найден отлично потерян оружейный набор один еще два набора они кстати стоят они дорого да вот этот оружейный набор из трех штучек он стоит ну на рынке если вы не будете его искать да я вот допустим не бегал не искал нигде я просто пришел на рынок за 50 косарей можно и четвертого и пятого уровня ремонт ремонт набор купить без проблем вообще никаких проблем у вас с этим не возник а глок тоже выпадывает да так-то по идее это обычный блок нет нет это не обычный блок исправный он так называется исправный да ну ладно азамат я думаю ты будешь доволен этим наконец-то вот твой пистолет хорошо готов идти как я сказал путь не близкий я проведу через поля на Мали но дальше ты сам по себе найдешь сирене хажра найдешь людей кто-нибудь из них поможет вернуться в наши края я же ждать не буду и до конца с тобой не пойду так ладно короче если сейчас тут сейф будет с самого начала то тут прямо и закончим если нет придется куда-то наверное идти ну ладно пошли наконец-то идем вперед 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 дорога нас ждет так сказать именно на пустошь так ладно посмотрим ага здесь у нас кроме меня еще люди ходят ооо да прикольно тут и ремонтники есть хаджа на средин так сказать так а что сейф то есть тут нет а кстати сейф я не знаю был был нет сейф то так я получил опыт 11 тысяч это наверное за выполнение задания да и задание это уже все исчезло из меня больше его у нас не будет этого задания но теперь у меня есть выход на пустошь он там патрон да я вижу это уже арабская ночь до новых встреч увидимся в новых сериях наш проход уже определен пока